Продолжение следует... И тема сегодня очень интересная и, на мой взгляд, действительно важная для каждого из нас. Это технологическая карта деятельного урока. Поэтому я передаю слово Владимиру Александровичу. Уверена, что ваша сегодняшняя профессиональная встреча будет очень насыщенной, интересной, ну как все наши встречи методического клуба. Поэтому, коллеги, передаю слово нашему сегодняшнему спикеру. Продолжение следует... 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 начну с самой общей схемы общая схема технологическая карта урока как любая схема имеет свои плюсы и свои минусы плюс общей схемы технологической карты в том что она ну показывает такую основную базовую картинку того как строится урок деятельностном подходе ее минус в том что она неприложима к любому уроку то есть она в любом уроке будет иметь вариации она никогда не выполняется вот так как нарисован итак я прокомментирую вот эту схему именно как общую которая ну вот как общие ориентиры а итак мы с вами смотрим урок в деятельностном подходе но особый тип урока связаны с тем что на этом уроке открывается какое-то новое знание новый способ действия новые какие-то культурные средства действий так далее а урок начинается с задачи стоит скобочках один с некоторой задачи 1 которая ставится перед детьми для того чтобы понять можно ли реализовывать сегодня на уроке тот план ту программу которую учитель задумал проверяется освоен способ тот способ который ну будем так условно говоря изучался вчера он может быть изучался и не вчера да может быть он изучался год назад но он имеет связь с тем что будет происходить сегодня и на следующем этапе будет поставлена задача 2 которая проблемная для детей способа решения для нее у детей нет но эту задачу 2 можно поставить только в том случае если задача 1 освоена ну способ первый способ да про то что уже изучено освоен ну скажем так каким-то большим процентом учащихся это учитель сам для себя решает говорит ну если у меня там процентов 70 детей освоили можно двигаться дальше значит как бы не страшно когорта есть кто-то всегда будет подтягиваться это не смертельно урок можно запускать задачу 1 в литературе вы можете прочитать задача 1 кто-то называет ситуации успеха то есть это тот шаг где дети утверждаются в том что они понимают учебно что у них как бы все в порядке все нормально они умеющие знающие и как бы у них появляется такой настрой позитивный я больше предпочитаю говорить о том что это такая диагностическая задача задача которая позволяет учителю понять действительно ли можно двигаться дальше или нет и так предположим что способ освоен потому что если он не освоен то нужно двигаться назад и как бы урок отменять ну и в каком-то сокращенном виде иногда в подробном иногда в сокращенном воспроизвести то что оказалось неусвоен поэтому этот для нас случай не интересен случай с возвратом мы идем дальше и так ставится некоторая новая задача есть некоторый разрыв между старым способом и новой задачей и задача ставится и дальше есть несколько версий но вот здесь на схеме они обозначены так нет решений что это значит это значит задача поставлена учитель задачу поставил но дети вообще не могут ничего сделать то есть они даже не начинают ничего действиями даже не начинают даже не приступают к решению них даже нет попыток решения это значит скорее всего что задача поставлена но говоря словами выгодского не в зоне ближайшего развития а как бы за ней то есть оказалось что эта задача непосильно учитель неправильно подобрал задачу может оказаться что решение только верные это редчайший случай это бывает только в том случае если ну например учитель берет класс в пятом классе берет детей и не знает что в четвертом классе они там эту тему уже прошли такое у нас практике было на открытых уроках такое было это было очень ну это было не очень забавно потому что у нас полетел весь урок но это было интересно когда учитель уверенно сказала что нет дети этого не знают можно значит урок все правильно построено дети это не изучали мы приходим и весь класс абсолютно правильно решает соответствующую математическую задачу разрыва никакого не получилось но и что нас устраивает что есть разные решения имея ввиду и правильное решение и неправильное решение или есть только ошибочное решение это то другой случай ведет нас к проблеме учитель разыгрывает ситуацию проблематизации и дальше ну опять же есть некоторая развивка если не получилась проблематизация здесь стоит знак вопроса потому что нет никаких рецептов не удалось показать детям проблему не удалось как-то зафиксировать в чем проблема не просто то что разные решения или там какие-нибудь ошибочные решения да ну построить проблематизацию серьезную чтобы дети поняли в чем эта проблема если это проблематизация удалось сделать состоялось то в хорошем варианте мы можем поставить учебную задачу ну учебная задача здесь стоит в кавычках потому что этот термин очень загружен его используют все кому не лень используют в разных контекстах поэтому и на всякий случай ставлю в кавычки потому что есть разные полкования этой учебной задачи и здесь не очень сейчас мне существенно насколько каноническое понимание здесь присутствует мне важно следующее что это учебная задача не равна той задачи 2 который поставил учитель это выход на какую-то обобщение задачи то есть это вот на какой-то но более широкий что ли круг нас выводит дальше схема продолжается и я покажу вам на следующем слайде следующий слайд у нас начинается задачи 2 то есть вот этот первый кусочек он считается успешно пройденным способ освоен и мы двигаемся начинает двигаться от конкретно практической задачи 2 и здесь просто чуть-чуть подробнее показывается следующие шаги конкретно практическая задача 2 ошибочное решение это может быть старый способ житейский подход и так далее проблематизация дело не очень из не случайно выделено очевидным ошибочности решений то есть начинается начинает возникать понимание почему в чем ошибка в чем проблема ставится некоторая учебная учебно-познавательная задача по разному можно формулировать попытка выйти в их выход на правильное культурное решение оформление этого культурного решения в виде средства схемы модели конкретно практическая задача следующая и так далее то есть это вот некоторая цепочка задач которая разворачивается у нас в этом случае а теперь можно на время отключить презентацию и мне бы очень хотелось чтобы все таки я увидел в чате вот я вижу уже меня записаны и пожалуйста в чате напишите ваши вопросы если они возникли ну они должны были возникнуть потому что еще раз повторяю для тех кто может чуть позже подключился что это этот разговор мы ведем но обычно там на 15 день курсов а вот но мы сегодня с вами в таком ну у нас же клубное пространство такой методический клуб поэтому я надеюсь что мы это преодолеем так у нас есть учителя разных предметов русский язык и литература начальные классы география физкультура общество знания так ну все равно что-то мало как-то откликов чате пожалуйста пишите поактивнее и задавайте вопросы если этот вопрос есть а что мы сегодня это я сделал общее введение что мы сегодня попробуем с вами поделать а я сейчас покажу фрагмент видеозапись фрагмент урока небольшой и мы попытаемся поговорить про то как может или как должна выглядеть технологическая карта урока уже на конкретном примере и ну собственно если вы хотите чтобы от нашей встречи была какая-то польза будьте активны пишите в чате ну поскольку как бы вот тут важно именно ваш отклик так вот наталья владимировна не видит чата но в нем пишет математика да хорошо английский язык прекрасно ну супер если есть вопросы пишите пожалуйста их я буду посмотреть в чат сейчас мы посмотрим с вами небольшой фрагмент урока я надеюсь что будет слышно видно и и пожалуйста просматривая этот урок пытайтесь предположить какой части технологической карты которые только что показал он имеет отношение лев николаевич толстой так писал про воду из родников ключей и болот вода течет в ручьи из ручьев в реки из рек в большие реки а из больших рек течет в моря с других сторон в моря текут другие реки и все реки текут в моря с тех пор как мир сотворен куда девается вода из моря от чего она не течет через край как ответить на этот вопрос писателя ребята мы немножко подустали а чтобы получить удовольствие от работы мы должны быть в хорошем настроении во время работы друг другу мы должны помогать сейчас мы с вами поиграем в небольшую игру на счет раз вы хлопаете в ладоши на счет два вы хлопаете по ладошке своего соседа но будьте внимательны готовы раз раз два раз два раз два два раз молодцы ребята я вижу что вы залубались настроение у вас улучшилось значит со следующими опытами мы легко справимся итак ребята проведем с вами небольшой опыт мы сейчас мокрой тряпочкой протрем доску что стало с доской она стала мокрая доска стала мокрая совершенно верно но через некоторое время мы увидим что доска высохнет что же станет с водой такое явление как превращение воды в невидимый пар называется испарением а давайте сейчас вспомним наверное многие из вас не раз видели как мама дома кипятит чайник при этом из них выделяется что ребята а если мы поднесем к пару стекло 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 запотеет а потом на этом стекле начнут образовываться капельки струйки потом капли начнут стекать по стеклу мы почти что устроили дождь как ребята это у нас получилось пар охладился и обратилась в воду совершенно верно для того чтобы превратить воду в пар мы с вами ее нагревали да а для того чтобы из пара вода снова превратилась в жидкость мы должны ее охладить да мы должны ее охладить совершенно верно как вы думаете такие превращения могут наблюдаться только во время опытов или они могут происходить в природе в природе когда на улице тепло окна у нас потеют или когда мы дома что-нибудь делаем у нас могут окна потеть ребята сейчас мы с вами на улице наблюдаем только снег но осенью мы часто видели дожди а во время дождя тела и предметы какими становятся мокрые конечно же мокрые во время дождя а что происходит с ними когда выходит солнышко и пригрывает что происходит с ними они высыхают они высыхают конечно а куда девается вода Настя испаряется всегда ли нужно воду доводить до кипения для того чтобы она испарилась нет а когда мы можем наблюдать это испарение не нагревая воду так сильно так Андрей у нас сегодня провести мокную тряпку по доске и нажимается совершенно верно первые опыты мы с вами провели она действительно у нас испарилась мы провели мокруя тряпкой по доске и воды не осталось а ведь мы комнату с вами сейчас не нагревали и доску не нагревали она испарилась при комнатной температуре конечно ребята вы наверное замечали что когда теплое помещение открывают окна, то на улицу выходит пар. А еще когда вы выходите на улицу в холодную погоду и дышите, у нас тоже образуется пар. Пар, который выходит из кастрюли или чайника, обычно поднимается вверх. Так ведь это? А как вы думаете, почему это происходит? Потому что горячий пар легче воздуха. И он поднимается вверх. Совершенно верно. Он растворяется и снова становится невидимым. Правильно. А давайте теперь посмотрим, как эти превращения происходят в природе. Внимание на экран. Ну вот, мы посмотрели с вами небольшой фрагмент. Я очень люблю обсуждать на таких семинарах именно урок по круговороту воды в природе, потому что когда у нас учителя разных предметов, но довольно трудно выбрать тему, про которую все знают. Ну вот, про круговорот воды в природе знают все. Поэтому я выбрал этот фрагмент. Сергей Александрович тут пишут, что чата не видят. Пожалуйста, помогите коллегам, которые не видят чата и не знают, куда писать. Напишите, пожалуйста, подскажите. Так, вот сейчас нам нужно попробовать решить, насколько этот урок вписывается в ту схему, которая показывалась, где здесь есть моменты, соотносимые с этой схемой. Я еще раз сейчас покажу схему и выведу, для того, чтобы вам было легче, выведу стенограмму урока. И мы с вами попробуем вот так вот в дистанте, через чат, понять, как же эта схема, этот урок может превратиться в технологическую карту. Вообще, этот прием построения технологической карты, вот она, технологическая карта у нас. Задача 1, те, кто пришли попозже, задача 1, на пройденный материал. Задача 2, новая, на открытие нового способа. Учитель его не сообщает в деятельностном подходе, а организует деятельность детей по открытию нового знания. Проблематизация и постановка учебной задачи. Ну, или вот более конкретная схема. Задача на разрыв, новая задача. Ошибочное решение или разные решения. Проблематизация, постановка учебно-познавательной задачи. И правильное решение, которое оформляется в виде модели, схемы, текста и так далее. Вот у нас есть, сейчас на слайде вы видите первую часть урока. Вот вторая часть урока. Все это на один слайд не поместилось. И, пожалуйста, внимательно посмотрите. Это поможет вам отвечать в чате. Это стенограмма близко к тексту, не с самого начала урока. Я на курсах, мы обычно работаем, ну, вообще, в принципе, технологическая карта, как вы понимаете, делается про будущий урок. Но учиться удобнее на уже пройденном уроке. То есть по уже случившемуся уроку, потому что уже произошло, попробовать нарисовать технологическую карту и его как-то трансформировать. Так, вот Ольга Ивановна пишет, что здесь старый способ, житейские задачи перед детьми не поставлены. Пожалуйста, пишите, у кого другие версии есть. Поэтому вы только пишите в чат, а я озвучиваю все, что здесь у нас в чате происходит. Итак, вот у нас случился урок. Вы стараетесь в чат написать, где, в каком месте здесь возникает новая задача. И если она не возникает, то я тогда сразу задаю следующий вопрос. А в каком месте задачу можно поставить? Ну и вообще, обратите внимание, вот сейчас я просто, пока вы размышляете, я буду вам мешать это делать. Значит, вот пока вы думаете, смотрите, я дам несколько комментариев. Как увидеть, что технологическая карта соответствует уроку деятельностного типа? То есть, это действительно урок в логике деятельностного подхода. Самый простой критерий, самый простой, он звучит так. Это можно смотреть и по стенограмме, и по самому уроку, и по самой технологической карте. Она, вот эта карта, она имеет разветвление. Имеет ли она версии? Тут интересный сюжет, сейчас я вам про него расскажу. Вот мы проектируем некоторый урок. Мы проектируем урок в деятельностном подходе. В нем обязательно должна быть точка бифуркации, точка, где разойдутся мнения, где будут разные позиции детские, разные решения, разные версии. Если этого нет, то это, конечно, урок либо по пройденному материалу, либо как бы не в деятельностном залоге, он нам не интересен. Значит, при этом, что бы ни происходило на уроке, когда мы смотрим на урок назад, он всегда линейный. То есть, он всегда каким-то уже случился. Это, знаете, вот как в фильме показывают вот эти вот точки, когда вот могло пойти так, сюжет мог пойти так, мог пойти так, и, значит, ну, разыгрывают всякие ситуации, когда вот и левый один сюжет реализуется, либо другой, либо третий. Но в реальной жизни всегда то, что уже прожито, оно прожито так, как прожито. И это всегда линейная конструкция. Не случайно историки любят говорить, что в истории слагательного наклонения не бывает, но имея в виду, что вот эти вот развилки уже пройдены, уже выбор сделан, уже все. То же самое здесь. Когда мы строим технологическую карту урока по уже пройденному, уже случившемуся, она всегда линейна. Но если мы видим технологическую карту будущего урока, вот здесь очень четко различается. Если она линейная, то это не урок деятельностного типа, как бы однозначно. Мы можем совершенно быть спокойны. И при этом я, конечно, когда имею в виду технологическую карту и говорю об этом, я имею в виду, что это не технологическая карта урока для методиста, для проверяющего там, для чего-то там такого. А это технологическая карта урока для меня. Для меня, для моих коллег. Мы вместе проектировали урок, мы его придумали. Теперь мы хотим его посмотреть, как у нас получилось. Мы идем на урок и его делаем. Вот если мы проектировали урок, и он у нас получился линейный, это значит не урок деятельностного типа точно. Второй показатель, его можно смотреть по стенограмме урока. Если мы видим, что из стенограммы урока детей можно убрать, и в принципе это может быть интернет-урок, когда учитель ведет урок, делает театральную паузу, предполагая, что в эту паузу как бы зритель мысленно включается, дает ответ, потом дает ответ сам и продолжает. Если мы видим, что в уроке дети, ну, по сути дела, не нужны, они просто должны произносить те фразы, которые учителем задуманы, то это точно не урок деятельностного типа, это точно не деятельностный урок. Так что вот простейшие критерии, которые позволяют сказать, что это не деятельностный урок, есть. Вот когда мы должны позитивно сказать, да, это урок деятельностного типа, вот тут уже бывает сложнее. Так, обращаясь к чату, Лада Евгеньевна пишет, может быть, это обращение к эмпирическому опыту, хотели, наверное, поставить задачу 2, может быть, может быть, но ключевое слово хотели, может быть, не получилось. Так, Ольга Ивановна пишет, задачу можно поставить в самом начале, что стало с доской, что произойдет с доской дальше. Обратите внимание, что учитель этот вопрос поставила. Что стало с доской? Дети отвечают, она стала мокрая. Учитель, доска стала мокрая, совершенно верно. Но через некоторое время мы увидим, что доска, она сама не говорит, дети же говорят. Так, Наталья Ивановна пишет, в данном уроке нет разветвлений, он линейный. Абсолютно верно, он линейный, но, как я уже и говорил, любой уже пройденный урок линейный. Давайте посмотрим, я вам сейчас покажу следующий слайд, где продолжение, вам уже, наверное, надоел этот фрагмент, где продолжение этого урока. И, пожалуйста, напишите, в каком месте можно было бы это разветвление заложить. вот если представим себе, что мы этот урок перепроектируем. В чем может быть проблема? Где проблема? Проблема для детей. Где, в какой точке для детей можно создать проблему, и где учитель может, например, вот мы за нее можем придумать, где в какой-то момент она вдруг остановится, и что-то такое спросит, или что-то такое скажет, что ведет детей в проблемную ситуацию. Попробуйте подумать в эту сторону, особенно у нас учителя начальных классов пока что-то я не вижу, чтобы активничали, а у нас их здесь много. Это ваша тема. Пожалуйста, у вас есть немножко времени для размышления. и прошу вас писать. Писать. Так, ну вот здесь анонимный участник пишет, я думаю, что представлена задача номер два. Дети предлагают разные решения, свои наблюдения об испарении воды. А вот эта вот задача номер два должна привести к разным решениям. Ее характерная особенность, если поставлена задача номер два, и, например, все дети отвечают правильно, значит, это не задача номер два. Как бы, значит, это все равно задача номер один, то есть, это детям известно. Ничего нового они здесь не открывают. А нам надо, чтобы здесь дети что-то новое открыли. Интересно, что они здесь могут открыть. Ну, давайте сделаем так, чтобы вам было немножко времени для размышления. Пока вы подумаете, я покажу вам другой фрагмент урока. Это не фрагмент урока даже, а это у нас занятие в детском саду по той же самой теме, чтобы мы сравнили. что вы слышите? Ничего. Воды. Воды, правда. Это звуки воды. Еще она переливается, течет. Здравствуйте, ребята. Ну, наконец-то я добралась к вам. Боялась, что не успею. Столько работы у меня каждый день. Сегодня нашла время навестить вас и рассказать ребятам о себе и о свойствах воды. Ребята, а вы можете найти меня в природе? Где я бываю? Где путешествую? Где море? Лиза, где бывает вода? в водопаде. В водопаде. В луже. В луже. Где еще у меня? В океане. В океане. В водопроводном кране. И с чайника. И с чайника. А теперь давайте отправимся в путешествие Круговорот воды в природе вместе с моими капельками и картой, которую я для вас приготовила. Отправьте. Да. А давайте поиграем. Встаньте возле скотчика. Чуть-чуть отобьетесь. Наклонись. Раз, два, три. Повернись. Раз, два, три. Покружись. В лаборатор прекратись. Нам отправила волшебница вода. Давайте посмотрим на карту и отправимся в путешествие с нашими капельками. Ребятки, представьте, пожалуйста, себе, что это наш водоем. Все видят водоем? Да. Мы теперь послушаем, как же все время у нас в природе, на земле, на планете все время существует вода. Она никуда не исчезает. Как это получается? Как это образовывается? Смотрите, это наш водоем. Сестрички капельки резьбятся, играют в водоеме их много-много. Полнышко пригрело, лучиками своими засветило, и сестрички капельки поднялись вверх. Вверх пара. Но воздух у нас наверху, на небе холодный, совершенно верно. Поэтому капельки пара превращаются в капельки воды, потом собираются в легкие облака. Собираются в большую тучку. А как они собираются? Они встречаются вместе. Делают сам очень большую тучку. Образовали большую тучу. И в этой туче капелькам становится тесно. И они капают вниз снова капельки сестрички в виде дождя. Сначала если воздух теплый, дождя. А когда холодный? Снега. В виде снежинок. Совершенно верно. Капельки спускаются вниз, снова поливают землю, растения и переливаются обратно в водоемы. Поэтому это называется круговорот воды в сверху. Совершенно верно, ребята. У меня чайник. Это наше с вами солнышко. В чайнике вода. Прислушайтесь холодная вода. Это наш водоем. Скажите, пожалуйста, вы что-нибудь слышите? Нет. Нет. В чайнике вода спокойно себе ничего не ждет. Давайте включим чайник и послушаем. Приготовьте свои ушки и глазки и понаблюдаем, что же происходит в чайнике. Вы знаете, что дома вы все включаете чайники, в чайнике вода начинает кипеть. В чайнике водичка кипит и начинает подниматься вверх. Что начинает подниматься? Пар. Послушайте, чайник начинает закипать. Слышите звук чайника? Да. Представьте себе, что в водоемах солнышко так же своими лучами начинает пригревать вода. Таким образом наши сестричники пар поднимаются вверх. Так же посмотрите, да? Что вы слышите? Бульканье, шипение, совершенно верно. Вы что увидели? Посмотрите, да. Совершенно верно. Это одно из состояний воды. Пара глаз не не А какие состояния вы еще знаете? Она жидкая. вода бывает жидкая. Твердая. Вода у нас бывает жидкая, твердая и парообразная. Посмотрите, я на горлышко преподнесу прозрачное стекло. Пока пар поднимается к стеклышку, видите, это как облако. Собрались капельки все вверх. После того пар остывает, превращается в что? В капельки. В капельки. Возвращаемся и смотрим, что у нас происходит в чате. Так, задачу номер два пишет Наталья Ивановна. Можно поставить после слов, а всегда ли испаряется вода при кипячении? Так, но там немножко не такие слова, сейчас мы их найдем. А, тут так, всегда ли нужно воду доводить до кипения для того, чтобы она испарилась? Так, очень интересное предложение. Что происходит на улице с водой? Предлагает Елена Николаевна. Так, Наталья, когда будет происходить испарение воды без нагревания? Можно поставить проблемный вопрос. Отлично. Так, ну здесь просто комментарий. В игровой форме урока или занятия всегда проходят хорошо. Насколько наши сады имеют технические средства для показа интерактивных занятий и уроков? Ну, я думаю, что имеют. Может быть, не такие, как в школе. Так, Наталья Ивановна, ну, пишите с ошибками, кто же это заметит? Так, Елена Николаевна, учитель всегда держит лист в руках и заглядывает в него на двух фрагментах урока. Смотрит технологическую карту или просто плохо готов к уроку? Я думаю, что ситуация открытого урока, она всегда немножко напрягает, и поэтому легче как-то держать листочек в руке. Так, тоже считают, что задача не поставлена. Может быть, нужно задать вопрос, как еще можно испарить воду? Наверное, не хватило на этом уроке демонстрации опыта, а затем можно было задать вопрос, что произошло с водой, почему. Очень хорошо, спасибо за комментарии. Теперь мы с вами посмотрим. Я считаю, что большинство комментариев уловило ту проблемную точку, в которой может произойти вот это разветвление, разные мнения. Что такое разветвление и разные мнения? это та точка, единственная точка, по большому счету, где учителю нужны дети. То есть, где учитель встал, задал вопрос или поставил задачу, и без детей дальше двигаться не может, потому что все, стоп, приехали. Мы без детей можем вести урок только в монологе. если ставится проблемная задача, то монолог останавливается. И тогда у нас начинается вот этот деятельностный урок. Сейчас мы с вами посмотрим, прочитаем, я помогу вам прочитать урок номер два, в котором, как мне кажется, проблема поставлена. Так, мы сейчас переходим к демонстрации презентации. Так, и таким образом вы сейчас видите небольшой фрагмент урока, и вы, собственно, в чате напишите, видно ли, есть ли здесь постановка проблемы, и, собственно, в чем она состоится. Поскольку это уже случившийся урок, понятно, что он линейный, технологическую карту мы пока здесь не рисуем, мы пока смотрим стенограмму урока, но в ней надо увидеть, есть дети, есть версии, есть разные мнения или нет. Итак, я на всякий случай прочитаю быстро диалог. Учитель, кто-нибудь видел, чтобы лужи кипели? Дети, нет. Кто-нибудь видел кипящую лужу на улице? Нет. И как же оно туда поднимается? Дети, там солнце, при большой температуре солнце испаряет воду. Учитель, вы это видели, дети? Нет, мы это знаем. А, вы это знаете, вы это знаете. А можете вы мне вот как-то это объяснить? Я не понимаю. Вот сейчас я вижу, как вода поднимается, имеется ввиду над чайником. Я это вижу. Как-то я больше верю своим глазам. Мало ли кто там что сказал. Я понять не могу. Вот здесь над чайником я вижу, а там светит солнце, а я не вижу. Иногда солнце не светит, и лужа высыхает. Как это, дети? Это, наверное, из-за большой температуры воздуха. Учитель, из-за большой температуры воздуха. Интересно, вот сейчас холодно, вот если не будет идти дождь, лужа всегда будет на асфальте, пока солнце не выйдет. А если оно месяц не выйдет? Дети, из-за освещения. Учитель, из-за освещения, не знаю я, дети, нет, ее не будет, потому что солнце же все равно из-за облаков пробивается. Учитель, оно же, вода при какой температуре кипит, кто скажет? Дети, при 100 градусах, учитель, и я это тоже знаю при 100 градусах, кто-нибудь видел, чтобы до 100 градусов солнце нагрело лужу? Палец пробовали в лужу засовывать, ожог получали когда-нибудь? Выйдите тогда на улицу, потрогайте лужу, там 100 градусов. Дети, не 100, учитель, не 100. Дети, земля нагревается, она высыхает до 100 градусов. Вот сейчас здесь кипело, все видели, что кипела вода? Все видели. Вот даже сейчас еще немножко вижу пар. Дети, я тоже вижу, мы тоже видим. Учитель, вот то, что вы называете паром, я его вижу, но вода еще чуть-чуть остынет, и я ничего не увижу здесь. Вот видите, немножко есть. Дети, да, учитель, сейчас еще чуть-чуть остынет, но вода будет очень горячая, ожог можно получить легко, но все равно ничего не видно. Ничего не видно, все равно. Я возьму сейчас стаканчик, наливает воду, бросает в воду лед. Он тает. Понятно, что он тает. Все понимают, что он тает, добавили. Учитель, никакого пара нет, а вода очень горячая. Попробуйте горячая. Дети, горячая. Нет, в стакане не горячий. Как не горячий, учитель? Ты когда-нибудь видела лужу такой температуры? Нет, не видела. Дети, тепленькая, учитель, очень даже тепленькая. Сейчас лед растает, она будет еще холоднее. Смотрите, как он быстро растаял. Горячая. Ну, горячая. Вы лужи такие горячие когда-нибудь видели? Дети, нет. Ну и все, ничего нет, и никакого пара нет. Итак, согласны ли вы, что вот здесь у учителя есть попытка проблематизации? Можно просто плюс, минус и комментарий произвольно. Плюс согласны или да, согласны, нет, не согласны, нет проблематизации. Есть проблематизация, да, или плюсик, нет проблематизации, нет или минус. Напишите, пожалуйста, в чате. А мы для убедительности, пока вы пишете в чате и думаете, посмотрим этот фрагмент. Там не очень хорошее качество звука, поэтому я специально сначала показал примерную стенограмму урока. потому что там звук, может быть, не очень хорошо слышен, но вы зато уже теперь знаете, про что там идет речь. ЧАС! ЧАС! У нас здесь поискать. Вот смотрите, электричество не вытянут. Сколько мы замочили воды благодаря некоторым творческим личностям. ничего не видно, да? Пар идет. Видно, да? Пар идет. Пар идет, радостно кричали дети. Этот пар, он, это что здесь такое? Что это такое? Это газообразное состояние воды. Это газообразное состояние воды. Никогда бы не догадывался. Так, значит, то есть это вода, это не дым, правильно? Это дым, кто-нибудь видел? Да! Это не дым, там ничего не горит. Это вода, вот так вот, да? Замечательно. И вот поднимается пар. Кто-нибудь видел, что-то лужи кипели? Нет. Кто-нибудь видел кипящую лужу? Нет. Кто-нибудь видел? И как же оно туда поднимается? Оно в солнце. В солнце. В солнце. При большей температуре солнце, а оно из боя зоны. Вы это видели? Нет. Мы только можем... А, вы это знаете. Вы это знаете, да? Вы это знаете. А как это... Вот можете вы мне как-то попытаться правильно объяснить, я вам это не понимаю. Вот сейчас я вижу. Вот я вижу, как вода поднимается. Я это вижу. И как-то я больше вижу своим глазам. Мало ли что там, кто знает. Я поймёте, что я не могу. Вот здесь над чайником я вижу, а там светит солнце, и я не вижу. А иногда солнце не светит, и лужи высыхают. А что, как это называется? Я знаю. Ну, ты знаешь. Ну, это, наверное, из-за большой температуры воздуха. Ну, как из-за большой температуры воздуха? Вот сейчас холодно, интересно. Вот если не будет идти дождь. Лужи всегда будет на асфальте будет лужи. Она всегда будет, пока солнце не выйдет. А это на 10 дней, а это на месяц не выйдет. Так, ну, Дима, товарищи, из-за освещения, весна и ярко. Так, ну... Нет, её не будет. Потому что солнце же всё равно из-за плавок надевается. Оно же... Вода при какой температуре кипит? Кто знает? 300 градусов. И я это тоже знаю. Сочи, молодец. И я знаю. При 100 градусах. То есть, видно, что до 100 градусов солнце нагрело лужи. Вы пальцы когда пробовали, вы уже засовывали? Нет. А жёлт получали когда-нибудь? Нет. Вот выйдите когда на лужи. Попробуйте лужи. Там 100 градусов. Да, вас. А что? Не 100. Не 100. До 100 градусов? До 100 градусов? Ну вот смотрите, вот смотрите, вот сейчас здесь был кипелый. Все видели, что кипелый? Все видели, что кипелый. Вот даже сейчас ещё немножко я вижу пар. Немножко я его вижу. Я тоже вижу. Ну я вижу то, что вы называете паром. Я его вижу. Тут чуть-чуть. Уже скоро. Ещё чуть-чуть остынет. и ничего я не увижу. Вот видите, немножко и видно, да? Да. Сейчас чуть-чуть остынет, но вода будет очень горячей. И ожог можно получить легко. И всё равно ничего не видно. Ничего не видно. Всё равно. Вот я возьму сейчас стаканчик, как вы видите. вот я туда его буквы. Сейчас сделаю вот так вот. Вот так вот. Сейчас я туда ищу. Вот так, для уверенности. Для уверенности. Всё, никакого пара. Он тает. Понятно, что он тает. Все понимают, что он тает? Да, конечно. Это бизнес. Ну всё, никакого пара больше нет. Посмотрите. Такого товара. Никакого пара нет. А вода очень горячая. Попробуй. Горячая? Да. Горячая? Нет. Такая же она не горячая. Ну как она не горячая? Горячая. Возьми лимфу. А, ты пальцы услышишь. Так, Даша, ты видела лужу такой температуры? Нет, я не видела. Нет, конечно. А он теплый. Теплый. Ну, теплый. Ну, конечно, лед сейчас растает. Он холоднее. А нужно лед тоже растает. Смотрите, как он быстро растает. Горячая? Да. Ну, горячая. Вы лужи такие горячие, когда-нибудь и езжили. Нет, нет, нет. Ну, всё, и ничего нет. Никакого пара нет. Ну, что ж. В чате в основном плюсы. Некоторые даже три плюса поставили. То есть, вы соглашаетесь, что здесь проблематизация возникла. Наталья Ивановна предлагает. Можно спросить, почему на морозе высыхает мокрое белье или высыхают лужи? Прекрасный вопрос. Тоже проблема. Совершенно верно. Итак, собственно, как вы и предполагали, как многие из вас в чате и писали, проблема возникает на испарении именно в этой точке. Именно в той точке. А что это вдруг? Солнце испаряет. Как это получается? Как это вдруг? Замечательное занятие у дошкольников. Чайник вместо солнца. Но 100 градусов нет. Давайте двинемся дальше, чтобы все успеть. Я продолжу вам показывать презентацию и попытаюсь несколько интересных моментов сказать. Итак, что мы здесь с вами имеем? Вот давайте посмотрим на то, как может выглядеть технологическая карта. Эту технологическую карту нарисовал магистрант нашей магистратуры. Это не идеальная технологическая карта, просто она красивая. В ней как-то все это разноцветно покрашено. Мы договаривались с ребятами, мы обсуждали. Это, знаете, как дело вкуса, кому как нравится. Мы обсуждали, что мы учителя будем одним цветом показывать учеников, другим, что нужно обязательно какие-то комментарии давать. Ну вот здесь мы видим, что в любом случае эта технологическая карта сейчас выглядит как линейно, хотя вот здесь ученики дают разные ответы. Но вместе с тем мы понимаем, что в принципе, если бы мы обсуждали эту технологическую карту до урока, то мы в этой точке начали бы делать разветвление. Дети могут что-то ответить на этот вопрос. Они могут ответить только по-житейски, что вот солнце нагревает, да, там тепло. Могли бы ответить как-то иначе. Могли бы другие версии. Может быть, кто-то что-то знал такое, чего учитель не предполагал. То есть разветвление, конечно, могли бы быть. Обратите внимание на следующий слайд. Здесь тоже очень характерное отличие урока деятельностного типа от традиционного достаточно урока. А фрагменты по длительности примерно равны. В первом фрагменте 19 позитивных высказываний, действий, которые происходят на уроке в течение пяти минут. Во втором фрагменте в четыре раза меньше. Что позволяет разворачивать дискуссию. В такой гонке, как в первом фрагменте, никакой дискуссии, никакого разномыслия допустить, наверное, невозможно. Вот некоторые требования. У вас будет презентация, поэтому я не буду долго здесь останавливаться. Вот требования к ТКУ, которые тоже, ну вот некоторые требования, что она должна быть некоторой целостности. Она должна фиксировать, фокусировать внимание учителя на одной цели. Не 20 позиций, а одна позиция. Эта позиция должна быть связана с той реальной трудностью, с которой могут столкнуться дети. Здесь эту реальную трудность, вы правильно указали, испарение. Потому что все остальное видно, а испарение не видно. И в этом плане, в каком бы возрасте вы ни проводили урок, занятие традиционного типа, в детском саду, во втором, в третьем классе, в каком угодно, вы никогда не увидите никаких трудностей. У детей поддакивать учителю никаких трудностей эта процедура не вызывает. Они могут поддакивать учителю сколько угодно. Но если ставить проблему, то, конечно, тут возникает некоторая точка, некоторая кульминация урока. Это кульминация вокруг трудности. Нелинейность, ну и некоторая связность. Вот мы с магистрантами придумали правила схематизации технологической карты. Это версия, можно делать это иначе. Действия учителей в прямоугольниках, действия учеников прямоугольников другого цвета, комментарии в овалах, там стрелочки, треугольники, ромбики и так далее. Но вы увидели, в той технологической карте это не соблюдалось, но она была такая учебная. Ну и зачем нужна технологическая карта? Это вот здесь некоторые фиксации, четко фокусироваться, прогнозировать действия детей, мобильность развития сюжета и так далее. Мы используем технологическую карту в работе с магистрантами, с учителями на курсах для того, чтобы усилить, вот эту, нарастить педагогическую интуицию в деятельностном подходе. Потому что, ну откуда нам эту интуицию взять? Учили нас традиционно. В школе учились традиционно, в вузе учились традиционно, преподавали традиционно. Откуда возьмется вдруг этот опыт и эти интуиции? Технологическая карта позволяет это сильно ускорить. Ну, значит, что я еще бы хотел обратить ваше внимание? Есть очень четкие критерии. Вот урок недеятельностного типа, в нем обязательно есть какие-то противоречивые моменты, где тоже можно было бы, если бы учитель это почувствовал, можно было бы организовать проблематизацию. Вы на эту проблематизацию указали. Вот смотрите, реплика учителя. Такое явление, как превращение воды в невидимый пар, называется испарением. Вот видите, в невидимый пар. Называется испарением. А давайте сейчас вспомним. Наверное, многие из вас не раз видели, как мама кипятит чайник. И понятно, что имеется в виду, видели не просто, что они кипятят чайник, а при этом из них выделяется, что, ребята. И дальше, на следующем слайде. Ребята, сейчас мы с вами... Так, сейчас, 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 сейчас. Так. А когда мы можем наблюдать... Так. Ну, вот здесь вот рассказывать, что она может испаряться при комнатной температуре. Ребята, вы, наверное, замечали, замечали, так, что когда в теплом помещении открывают окна, на улицу выходит пар. А когда вы выходите на улицу в холодную погоду и дышите, у вас тоже образуется пар. Да? Значит, итак, вот четкое противоречие, которое дети, если бы они в уроке мыслили, работали именно так, как положено в уроке деятельностного типа, они обязаны были бы задать вопрос. Если мы его видим, то почему же тогда он невидимый? Нет пар видимый. Как же? Вот мы же его видим. Мы видим от чайника. Мы видим там на улице, когда выходим, открываем окна и так далее. Вот те моменты противоречивые, на которых можно было бы поиграть, к сожалению, здесь они обыграны не были. Так, я возвращаюсь к чату. Мы с вами работаем уже час. Значит, пожалуйста. Так, а вот здесь вот были тексты спикера, не слышно, перегрузите трансляцию. И я пока что-то не знаю. Это были технические проблемы, может быть, у меня. Так, хорошо было бы, если показать опыт. Задача 2. Да, совершенно верно. Так, пожалуйста, значит, собственно, мы можем с вами завершать. Последнее, что я хотел бы сказать, что у вас будет презентация и есть вот у нас ближайшие события, они, правда, больше касаются физики и естествознания, но здесь учителя и естествознания тоже есть. Вот у нас есть интересное мероприятие, но у нас на самом деле мероприятие проразное. Ссылочки на сайт и наши две магистратуры, тренер-технолог деятельностных и образовательных практик и физика и основы естествознания. Вот, но я с удовольствием, если будут вопросы в чате, я с удовольствием постараюсь на них ответить. Ну, так, подводя условно итог всему, что было сказано. технологическая карта урока деятельностного типа это не таблица, это не текст, это граф, это схема. Схема, в которой обязательно есть разветвление, в которой присутствуют действия учителя, действия детей, предполагаемые, в которой есть разветвление, потому что это, потому что проблемные точки предполагают разные версии и предполагают разные действия детей. Эта технологическая карта нужна только в том случае, если вы неформально действуете, для галочки она не нужна. Это технологическая карта для учителей или для группы учителей, для того, чтобы обострить свои чувства, сделать себя проактивным, то есть одновременно и реализовывать собственные задачи, и коммуницировать с детьми и видеть, как они в этих задачах двигаются. Это обычная противоречивая ситуация, в которой находится учитель деятельностного подхода, он должен выйти на культурный способ, но он должен выйти на культурный способ вместе с детьми, а не себя вывести на культурный способ. Поэтому это противоречивая позиция. С одной стороны, мы должны что-то вместе открыть, с другой стороны, мы должны открыть культурный способ, уже открытый человечеством. Поэтому правильная постановка задачи должна быть обязательно. Вот. Ну, вот такие примерно такие примерно итоги. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите в чате, комментарии. Следите. Ну, в принципе, у нас на эту тему были разные вебинары. Если есть желание, у нас есть еще разочек вот здесь вот мой адрес электронной почты и мой WhatsApp. Можно писать, задавать вопросы. Все, что вам интересно. Не стесняйтесь. Мы с большим удовольствием идем на контакт с преподавателями. Много интересных проектов, о которых мы можем рассказать. так. Ну, вот сейчас вы чат не видите. Сейчас вы видите меня. Ну, в смысле не чат, а презентацию. Ну, в любом случае, значит, у вас будет презентация и сможете написать. Так. Есть ли у нас вопросы? Про лужи, которые кипят здорово, беру на вооружение. Спасибо. Как информатика очень близко. Спасибо, Наталья Владимировна. Ну, что ж, уважаемые коллеги, я надеюсь, что для вас это было не бесполезно, что какие-то интересные мысли это у вас пробудило, какие-то собственные открытия вы сделаете в связи с этим. Вот. И вам всего хорошего. Берегите себя и своих близких. Ну, на этом мы завершаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok